добрый день уважаемые студенты мы продолжаем рассмотрение алгоритма обратного распространения ошибки на прошлой лекции мы рассмотрели как формируется данный алгоритм то есть как выполняется процесс вычислений до ошибок при обратном ходе да то есть и теперь мы поговорим более детально свойства данного алгоритма для обучения многослойного персептрона и так давайте повторим что он существует вместо традиционного однослойного персептрона роземблата существует персептрон многослойный отличающийся наличием дополнительных скрытых слоев и для его обучения уже используются совершенно другие методы обучения и которые более прогрессивен да по сравнению с персептроном роземблата мы сказали что для обучения такого многослойного персептрона используется алгоритм обратного распространения ошибки и мы с вами видели что из данные вот схемы которые представлены на картинке мы имеем два сигнала функциональный сигнал который распространяется от входного слоя к выходному и наоборот нас имеется выходной слой и движение в сторону выходного слоя к входному вычисляется у нас именно ошибка многослойного персептрона да как видим из книги из картинки да картинка взятая из знаменитой книги саймона хайкинга нейронные сети полный курс особенности обучения нейронных сетей по методу обратного распространения ошибки предполагать следующее первое в процессе обучения сети предъявляются множество обучающих примеров второе полный цикл предъявления обучающих примеров называют эпохой процесс обучения проводится от эпохи к эпохе до тех пор пока значение синаптических весов и порогов сети не стабилизируется ошибка не минимизируется до предельного уровня целесообразно случайным образом менять порядок представления обучающих примерах на разных эпох алгоритм обратного распространения ошибки для сети и реализуется двумя способами первый это последовательный режим Второй – пакетный режим. Что такое пакетный режим? Последовательный режим обучения называют стахастическим, либо интерактивным. Корректировка синаптических весов производится после подачи обучающих примеров. Имеется набор обучающих пар, которые подаются сети. Сети предъявляют первую пару, затем выполняют прямые и обратные вычисления. Производится корректировка свободных параметров сети, а именно пороговых значений и синаптических весов. После предъявляют следующую пару, еще раз выполняют прямые и обратные вычисления, затем еще раз производится корректировка свободных параметров сети. Процесс повторяется, пока сеть не завершит обработку последней пары обучающих примеров. Теперь пакетный режим обучения. В пакетном режиме обучения корректировка синаптических весов производится после подачи всех обучающих примеров для сети. С точки зрения процессов реального времени последовательный режим более предпочтительен, чем пакетный, потому что требуется меньше объема внутренней памяти для синаптической связи. Стохастическая природа последовательного режима усложняет нахождение условий исходимости алгоритма, а пакетный режим обеспечивает точную оценку вектора градиента. В пакетном режиме обучения все вычисления можно распараллелить, если так можно выразиться. Если в обучающем пакете содержатся избыточные данные, то есть повторяющиеся примеры, то предпочтительно использовать последовательный режим обучения. То есть мы с вами рассмотрели два принципиально разных подхода к обучению многослойного персектрона. Теперь поговорим о критерии останова алгоритма. В общем случае не существует доказательства сходимости алгоритма. Так и не существует конкретного критерия останова действия. Имеются практические наблюдения для прекращения корректировки синаптических весов сети. Поэтому для сходимости алгоритма можно сформулировать следующие критерии. Первое. Считается, что алгоритм обратного распространения ошибки сошелся, если эвклидовая норма вектора градиента достигает достаточно малых значений. Второе. Критерием сходимости алгоритма обратного распространения ошибки является достаточно малая абсолютная интенсивность изменений среднеквадратической ошибки в течение эпохи. Интенсивность изменений считается малой, если она достигает значений от 0,1 до 1%, как мы видим. Иногда можно использовать значения более меньшие, как величина 0,01%. Но это очень высокая источность. На данный критерий может привести к преждевременной остановке процесса. Спасибо за внимание.